Друзья, всем привет! Вы смотрите рубрику Инстапота. Обновленную, перезагруженную. И я наконец-то вылечился от ветрянки. Спасибо за ваши лайки, комментарии и за то, что вы присылаете свои фотографии для участия в конкурсе. Сейчас обсудим несколько ваших самых прикольных, самых интересных фотографий и узнаем, кто же в этом выпуске выиграл вот такой вот замечательный стабилизатор для смартфона. Обзор у нас есть на канале. Ваня, он очень понравился. А мы знаем, что Ваня эксперт в стабилизаторах. Вот и за свои деньги, ну это тупо лучшая штука, а вам он достанется бесплатно победителю какому-то. Этот приз нам предоставил интернет-магазин Motostuff.com.ua. Это наши друзья, проверенный магазин. У них много всяких электронных стабилизаторов для смартфонов, для больших камер, квадрокоптеры, экшн-камеры, куча всего. Заходите по ссылке в описании, не ошибетесь. Сегодня мы разбираем фотографии из темы отражения. Это была тема для этого выпуска. Мы просмотрели все фотографии, так что не переживайте, выбирали победителей тоже среди всех фотографий. Если ваша фотография не попала, то это не значит, что она точно была плохой. Чаще всего мы выбираем те фотографии, про которые есть что сказать. То есть заведомо хорошие или, можно так сказать, безликие фотографии, в которых вроде бы все неплохо, но эмоции они не вызывают. К сожалению, мы не можем показать, потому что мы займем все эфирное время. Но мы покажем несколько реально крутых фотографий, к которым вообще вопросов нет. И несколько фотографий, обсудим все втроем по очереди, не слыша друг друга, по поводу которых можно дать комментарии. Так что давайте сразу начинать. И первая фотография от пользователя Serge Miros, сделанная в Барселоне, в Испании. На этой фотографии есть отражение. Здесь у нас есть определенные действия, есть улица, есть лужа. И в целом мне настроение фотографии нравится, однако к ней есть комментарии. Здесь сильно большой провал в тенях, то есть сильно большой контраст. И у нас нет деталей абсолютно в тенях, и ты не можешь сразу вот так отличить, где человек, где какой-то мусорник, где там балкон идет. Но в то же время у нас есть также и очень сильно высветленные объекты. Это небо и отражение неба. Это просто белый цвет, тоже без информации. Вот мне кажется, что здесь нужно было все-таки либо тени вытянуть, либо контраст уменьшить, чтобы было все-таки более различимый каждый объект на фотографии. Мне нравится, что люди в основном тоже в светлой одежде. Но, как можете видеть, часть из них сливается, опять же, с небом и отражением в небе. Однако я могу сказать, что точно такую же фотографию я бы сделал, просто немного по-другому ее обработал бы. Она мне в целом нравится. Я бы сделал больше фотографий, клацал бы, пока вот эти часть людей идут, естественно, вглубь, часть идут на нас. И дождался бы какой-то фазы движения, когда человек будет крупнее на переднем плане, да. И будет какая-то прикольная фаза движения с руками и с ногами, чтобы больше читалась ходьба такая, да. Вот только что я понял, что меня немножко отвлекает вот эта яркая вывеска на переднем плане. Да, она дополняет какую-то общую картину, но все-таки у нас, наверное, главные это люди, да, в центре. Возможно, нужно было кропнуть чуть-чуть больше, чтобы отрезать вот эти края черные по краям, собственно говоря. И отражение было лучше видно. Следующая фотография от The Titan S. Я думаю, что этот молодой человек смотрел первый выпуск «Возобновленные инстапоты без звука». И когда я стебал фотографию Вани, когда он когда-то что-то подобное сделал, он не услышал, что я его стебал. И увидел просто фотографию и подумал, что именно так делать и надо. Так вот, так делать, друзья, не надо. Креатив. Парень постарался, отражение есть, взаимодействие с самим собой есть. Посмотрите первый выпуск «Инстапоты». Ваня тоже с такого начинал. Даже у него было похуже фотографии. Так что молодец, молодец. Но туалет мог бы найти и более фотогеничный. Это просто фоточка. Вот я попробовал, что можно вот так вот сделать. Поставить камеру или телефон на штатив. Сделать одну фоточку для отражения с одной эмоцией. Потом сделать вторую фоточку, собственно, самого себя с другой эмоцией. Потом масочкой прорисовать. И будут как бы разные эмоции на одной фотографии. Да, но, блин, это сделано в туалете, в каком-то торговом центре, скорее всего. Вот хорошо, что ты экспериментируешь. Больше продвигайся в этом. Больше старайся. Больше делай. Но такие фотки выставлять не нужно. А эта фоточка ты сделал. Так, я понял, как это сделается. Вот, мне нужно вот так вот поставить камеру. Здесь вот так вот так вот так расставить все. Здесь стать вот такое показать, допустим. Но в итоге такую фоточку не нужно выкладывать себе в Инстаграм. Эта фоточка чисто для твоего развития, так сказать. Папочка должна быть пробы там. Или, я не знаю, как-то назвать попытка 1, попытка 2. Там, вот, бред какой-то сказал. Но, я думаю, вы поняли смысл. Ну, на самом деле, чисто как юмор такой школьный, показать друзьям, рассказать, как ты это сделал. Может быть, да, но творчества здесь никакого нет. И, опять же, сделать такой результат, добиться его, очень просто. Естественно, в конкурсе эта фотография не участвует. Но просто поулыбаться вместе с автором я решил показать вам эту фотографию. RUVIM 4507 прислал вот эту фотографию. Лужа получилась в форме листика. И при этом у нас в отражении дерево без листьев. Мне кажется, это символизм такой, очень прикольно сделано. Мне очень нравится цветокор на этой фотографии. Реально очень крутое, проработанное, не пересвеченное асфальт. С таким вот здесь ультраконтраст. Он смотрится очень классно, потому что мы видим все вот эти точки с контроволом. И тут есть офигенное отражение в небе, но... Мне не нравится столб в отражении. Вот смотрите, красивый асфальт, причем хорошо обработан. Очень красивая вот эта лужица, причем она таких синих оттенков. И в ней закатные облака, то есть на которые солнце отбрасывает оранжевый цвет. Это выглядит красиво. Но этот столб без листьев, просто обрезанный, он выглядит ужасно. Я бы единственное, что бы я сделал, немножечко отрезал бы сверху. Там, получается, есть асфальт, и который уже переходит в какую-то, не знаю, или землю, или что там за, собственно, этой частью асфальта. Я бы эту часть просто отрезал, потому что она, ну, немножко отвлекает. И второй момент, как-то скатрировано, непонятно, и не по третям, и не по центру. Оно как-то смещено чуть-чуть вправо. Нужно было, что ли, уже в квадрат обрезать бы. Эта лужа с отражением была бы по центру, да и все. Какое-то чуть-чуть странное композиционное решение, мне кажется, было. Поэтому, честно вам скажу, я бы такую фотографию не сделал. А если бы и делал, то я бы, наверное, вместо столба поставил что-то другое. Это даже если его полностью замазать и убрать, то фотография, мне кажется, была бы более выигрышной. Следующая фотография от Found of Moment. По-моему, ты уже присылал нам свои фотки для прошлого выпуска. И они, по-моему, были даже неплохие. И здесь мы видим тоже довольно неплохую, я бы даже сказал, очень даже прикольную, хорошую фотографию. С паучком, с контровым освещением. Подсвечивается паутинка. На паутинке видно капельки росы или после дождя. Выглядит очень круто, на самом деле. И еще плюс видим, что здесь есть отражение либо в экране смартфона, либо в зеркале, либо в какой-то другой поверхности. Это не важно. Да, на нее приятно смотреть. Это уже очень интересная фоточка. Я понимаю, что здесь какой-то объект для отражения использован. Но мне не нравится, что справа на этом объекте есть угол, который вы видите. Если даже у вас не было возможности продлить, я не знаю просто, что это за предмет. Нет, возможно это просто планшет или смартфон, тогда надо было его переместить. Но даже если такой возможности не было, надо было в редакторе аккуратненько допродлить угол. Чтобы не было вот этого черного угла, а была ровная отраженная поверхность. И тогда, конечно, фотография была бы просто космически крутой. В остальном, конечно, она мне нравится. Можно было бы этого паучка немножечко затемнить, чтобы он прикольнее выглядел. А так он прям пронизывается солнечными лучами, его тельце просвечивается. Я, честно говоря, думал, что эта фотография от того же пользователя с отражением в зеркале. И что это целый аккаунт прикольных отражений, когда отражается не то же самое, что основной объект. Сидит котик, причем не по центру, это главная ошибка этой фотографии, котик не по центру сидит. И более того, если бы его ставить не по центру, то надо было бы с другого угла, потому что хвост у него смотрит в эту часть кадра, и как бы все получается очень сильно не скомпенсировано. Сфотографировал котика и вставил в отражение в лужу тигра, как будто вот душа скрывается тигра в этом маленьком котике. Идея прикольная, реализация чуть-чуть подкачала. Цветокор абсолютно какой-то ужасный, все такое серое. Можно было, вот даже с этой идеей можно было реализовать ее намного круче. Но старайся. Я уверен, что если ты будешь развиваться в этом направлении, то со временем ты сделаешь намного круче, начнешь делать фотки. И даже если ты в будущем, через год, через два решишь повторить вот эту же фотографию свою, ты сделаешь намного круче. Так что давай, не бросай это дело, старайся, и все получится. Человек как-то сфоткал, а потом очень сильно зазумил, потому что такая детализация ужасная. Мне кажется, уже давно днем телефоны так не снимают плохо. Ну, прикольно. Прикольный кот, который внутри как тигр. Некоторые люди такие же. Некоторые как млекопитающие, блин. Идем дальше. Фотография от AcidCode. Она тематическая. Она, в принципе, хорошо реализована. Фоточка мне, когда я выбирал, мне она очень понравилась, потому что здесь, как и в предыдущей фотографии, видим такой вот, как бы, объект, точнее, субъект и его скрытую душу, как бы, вот, скрытые помыслы, еще что-то, называйте, как хотите. Здесь мы видим человека, который находится в тени, он плохо подсвечен, и он выглядит просто обычным человеком. Но в отражении, в зеркале, это скорее там, скорее всего, сфотографировано в автобусе или в маршрутке какой-то, в отражении мы видим, что у него светятся глаза. Я не знаю, добавлено это или нет, но вот, как бы, там скрывается такой демон внутри, сидит. Меня немножечко напрягают глаза модели. Я не знаю, действительно ли здесь глаза вот этого стиля, знаете, когда их все белое убирают, белок этот, и просто заполняют черным. Мне такое просто не нравится, и вот такое впечатление, что здесь человек именно такое с собой сделал. Но, как бы, это меня немножечко внеотвращает. Но это очень личное, не парьтесь по этому поводу. Плюс еще пересвеченное такое окно справа, которое отвлекает на себя внимание еще больше. И, с одной стороны, ты начинаешь рассматривать фотографию, потому что она не такая, какая должна быть. С другой стороны, когда ты уже рассмотрел, ты понимаешь, что, блин, здесь что-то все не так. Мне кажется, нужно было конкретно поработать над обработкой. То есть взять исходник этого файла, по-другому обработать лицо в отражении, сделать что-то с этим бликом, не знаю, он был добавлен или так изначально было. Мне кажется, нужно было бы уже там просто кропнуть чуть сильнее, чтобы отрезать вверх и отрезать вот этот правый угол. И у нас бы получилось все. Человек с одной стороны, его отражение с другой стороны более как-то симметрично и более понятно выглядел бы. ARXA-LX прислал фотографию, которую Олежка назвал интересной. И я вам могу сказать следующее. Да, поначалу хочется посмотреть и понять, как это сделано. Но даже несмотря на то, как это сделано, я понимаю, что это пол, это бумажки на полу. И это человек, который, скорее всего, двойной экспозицией, я могу, конечно, ошибаться, сюда вставлен. И снизу есть еще и какой-то логотипчик, а, это логотип конкретно этого человека. Очень сложно читается сюжет этого снимка. То есть, если здесь девушка, которая сидит на каком-то вроде как парапете или держится вообще за забор, вот сейчас увидел, это что-то про суицид, это, конечно, печально. И вот вопрос, что символизируют вот эти бумажки разбросанные? Это там ее последняя предсмертная записка или что-то такое? Если это так, тогда это очень символично, но очень печально. Но если она сидит на парапете просто так, и это изначально было задумано просто так, то не читается никакой остальной идеи. Мне непонятна задумка вообще вот этой фотографии, потому что мы видим девушку, но в то же время мы видим какие-то разбросанные листики, на которых вроде то ли какие-то формулы, то ли шпаргалка, что-то, короче, непонятное. Ко мне начинает доходить, что это, наверное, девушка, которая вышла из университета и выкинула вот эти все свои конспекты, но... Могу сказать, что фотография хоть и заставляет остановить на себе внимание на некоторое время, но она и недостаточно качественная, и я не могу сказать, что прям это какой-то космос, и хочется ее рассматривать. И знаете, самое крутое в таких снимках, когда ты фотографируешь без дополнительного монтажа фотографии, то есть не создавая фотодизайн, и человек, зритель думает, а как он это сфоткал, что вот так выглядит здесь человек или какой-то предмет. А здесь же понятно, что это просто, скорее всего, двойная экспозиция. На самом деле это спорный момент. Некоторые считают, что таким образом вообще фотографии обрабатывать не стоит, потому что это обман. Некоторые так делают, потому что они так видят это искусство. Они изначально фотографируют какую-то фактуру с целью потом что-то на нее добавить. Я, в принципе, склоняюсь более к первым, но не против и вторых. То есть я не против, когда люди дорисовывают что-то на фотографии, если это является часть задумки. Но если, к примеру, на фотографию дорисовываются птички, какие-то киты, ну это уже как-то стрёмно. Но киты это еще ладно, это сразу понятно, что какая-то фигня. А вот иногда дорисовываются вещи, которые фактически там могли бы быть, но их не было, и вы просто компенсируете свои какие-то, возможно, слабые стороны. То есть невозможность, нежелание дождаться пролетающего самолета, нежелание что-то еще сделать. Ну, например, я недавно сфотографировал мост Golden Gate Bridge, и я дождался, очень долго ждал, когда будет конкретная волна, которую я запечатлю на смартфон. Я могу взять просто какой-то отдельный слой или в другом месте сфотографировать воду на фоне неба, вырезать ее, наложить и получить такую фотографию. Я считаю, что это неправда, и вы не сделали свою работу как фотографа. Во-вторых, она слишком маленькая, и, например, у меня на смартфоне нужно прям сильно увеличивать фотографию, чтобы понять, что вообще там происходит. С учетом того, что вы постите фотографии для Instagram, где люди смотрят в квадрате на смартфоне, и экран небольшой относительно, значит, вам нужно делать такую композицию, такую компоновку кадра, чтобы главная идея фотографии сразу же читалась, чтобы главный объект съемки тоже очень хорошо читался. Здесь этого не происходит. Еще меня смущает ватермарк, который он добавил внизу. Ну, блин, ребят, ну, мне кажется, что уже все профессиональные фотографии отошли от этого, потому что это выглядит очень стыдно. А добавлять ватермарки на фотографии в Instagram, ну, вы серьезно, зачем? Наоборот, если вашу фотку кто-то тегнет там или репостнит себе с ссылкой на вас, то это, наоборот, вам будет в плюс, потому что придут новые люди и подпишутся на вас. Следующий снимок от пользователя Funtacker. Здесь парень с камерой на закате солнца смотрит вдаль. Это наш, собственно говоря, олимпийский стадион. Кто не знает, что такое олимпийский, для него это просто прикольная какая-то архитектура. И мне очень нравится все. И цвета, и силуэт. И мне нравится форма стадиона. Мне нравится его отражение. Мне нравится, что площадь отражения достаточно большая. Мне нравится, как человек вписан в кадр. То есть, смотрите, у него деревья не заслоняют ноги. И с другой стороны они есть с левой стороны, а с правой стороны у нас стадион. То есть, есть некая компенсация. И мне очень нравится то, что в нижнем левом углу здесь находится асфальт, который уже не в луже, но он еще, по крайней мере, мокрый. И за счет блика, контрового освещения мы видим здесь размытые флееры, такие блики. Мне это очень нравится. Это круто дополняет всю фотографию. Мне чуть-чуть. Вообще, это если уже придираться совсем. Чуть-чуть не нравится вот этот блик смартфоновский, который добавляет просто две стрелки в разные стороны. Я пытаюсь его максимально скрыть на своих фотографиях. И добавляю какой-то другой блик, более красивый, с большим количеством звездочек или с каким-то флеером в одну сторону. Вот, мне кажется, сюда можно было бы добавить какой-то бличок. Не навязчивый такой. Вот, если знаете, есть приложение Lens Distortion называется. Там есть крутые флееры и засветы. Вот, я их еще остаюсь за. И вот, мне кажется, сюда бы просто персик идеально подошел бы все. А так, фоточка офигенная. Like. Ну и последняя фотография на сегодня, друзья. Фотография, которая побеждает в нашем выпуске. Опять же-таки, от автора Funtacker. Если вы зайдете, посмотрите его фотографии, то увидите, что у него все фотки очень крутые. И эта фотка прям мега. Очень крутой кадр, необычный сюжет. То есть, когда вы видели вообще, или как часто вы видите фотографии крупным планом людей, которые на скейтборде едут сквозь лужи, разлетаются брызги. И при этом это еще как-то снято так, чтобы был интересный задний фон и отражение. Тут мы видим и отражение, и динамику, и красиво подобранный кадр. И, ну, все в этой фотке очень классно. Вот, и правильное кадрирование. Я не знаю, к чему просто придраться, понимаете? Здесь видно каждую капелинку воды. Я считаю, что она просто идеальная для этой темы отражения. Да и в целом в ней есть все. Движение, в ней есть определенная жизнь, в ней есть красивые цвета, композиция, отражение, как я уже сказал. И фотка просто, я бы сказал, на миллион. Просто хочется, чтобы таких у меня в инстаграме было побольше. Единственное, может, к чему сейчас я прям придерусь, чуть-чуть завален горизонт. Возможно, возможно, да, чуть-чуть завален горизонт. Это вообще не критично. И это может даже такой вот художественный эффект, который добавляет более направленности фотографии. Если знаете, вот машины часто снимают с заваленным горизонтом, что добавляет больше динамики. Вот здесь, конечно, это просто чуть-чуть, мне кажется, профтык, потому что тут он завален совсем чуть-чуть. Но фоточка прям мега. Реально крутая фотка. И она заслуженно получает вот этот вот приз. Трехосевой стабилизатор от наших друзей. Интернет-магазина MotoStav.com.ua, где вы можете найти большое количество стабилизаторов не только для смартфонов, но и для больших камер. Большой выбор экшн-камер. Также у них много разных аксессуаров для мото-тематики. Как вы могли понять, это с названием магазина MotoStav.com.ua. Так что захотите, покупайте и наслаждайтесь техникой. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Тема следующего конкурса, следующего обсуждения в Инстапоте. Это силуэтная фотография. Фотографируйте силуэты. Про это у нас уже были несколько видео на канале. Обязательно пересмотрите. По поводу силуэтной фотографии попытайтесь сделать какую-то более креативную фотографию, на которой желательно будет не только просто какой-то интересный силуэт, но и интересный задник. Бывает наоборот, что, например, задник выбирают красивый какой-нибудь, там, город на закате или на рассвете. А, например, спереди просто стоит такая одинокая фигура человека, которая вот ничего не делает. Там вот нет никакого пространства между руками, между ногами. А в силуэтной фотографии, как, собственно говоря, у вас будет стоять или человек, или что видно на здании, какая-то вот интересная геометрия, как это все работает. Вот нужно, чтобы она сочеталась. Плюс композиция, плюс какие-то направляющие линии. Постарайтесь учитывать как можно больше разных факторов и делать фотографии интересной. Напомню о правилах. У вас есть месяц с выхода данного ролика, чтобы выгрузить всего две фотографии от одного автора. Это очень важно, потому что если вы будете присылать больше, мы просто вас забаним, и вы не сможете выиграть замечательные призы, которые будут у нас в следующем выпуске. Добавляем фотографии в свой профиль в Инстаграме с хэштегом Instapata New Silhouette и ждем момента, когда мы снимем новое видео и подведем итоги и назовем победителей в следующем выпуске. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте лайк, если это так. Подпишитесь на наш канал. Расшарьте это видео своим друзьям, которые тоже увлекаются фотографией, чтобы наше комьюнити росло, чтобы больше людей участвовало в этом конкурсе. Присылайте качественные фотографии, делайте качественные фотографии, развивайтесь. Друзья, эта рубрика создана для того, чтобы потолкнуть вас, развиваться, повышать свой скилл фотографий, ну и, конечно же, чтобы вы могли выиграть приятные призы от кадр.ком. На этом все. Пока, друзья. Все, друзья. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok